Добрый день, уважаемые цветоводы! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о 9 лучших сортах чайно-гибридных роз. Если вы хотите стать владельцем сказочно красивого розария, то это видео именно для вас. В настоящее время известно несколько сотен чайно-гибридных роз. Все эти растения по-своему прекрасны, но я постаралась выбрать самые лучшие из них. При этом критериями выбора стали не только красота и приятный аромат цветков, но и неприхотливость, а также морозостойкость и устойчивость розовых кустов болезням и вредителям. Итак, на первом месте Alex Red. Эта роза идеально впишется в дизайн любого цветника, оформленного как в светлых, так и в темных тонах. Крупные до 14-15 см махровые бутоны насыщенной вишнево-красной окраски и с большим количеством лепестков чаще всего расположены на мощном кусте одиночной. Поэтому розы сорта Alex Red нередко выращивают для срезки. Также из плюсов этой эффектной розы стоит отметить долгое и повторяющееся цветение, а также устойчивость к болезням, в частности к мученистой росе, дождю и выгоранию на ярком солнце. На втором месте роза Alex Red. Эта яркая чайно-гибридная роза известна многим поклонникам королевы цветов. Ее алые махровые цветы диаметром 10-12 см чешевидной формой расположены на высоких стеблях по одиночке. Хорошо переносят дождь. Кроме того, высокорослые слегка раскидистый куст украшают очень красивые светло-зеленые листья, которые со временем приобретают красноватый оттенок. Роза сорт Александр достигает высоту 1,5 метра, поэтому для небольшого цветника она не подходит. Растение устойчиво к болезням, но для эффектного цветения в течение всего вегетационного периода необходимо регулярно обрезать отсветшие бутоны. Американ Прайд. Эти эффектные красно-бордовые бархатистые махровые цветки диаметром до 15 см. в форме бокала могут располагаться на стебле по одному или по 5-7 бутонов, в зависимости от того, как вы ее сформируете. Куст розы густой и прямо стоячий, имеет очень крепкие стебли. При выращивании чайно-гибридной розы сорта Американ Прайд, нужно учесть, что это растение привередливо к поливу. Если почва недостаточно влажная, на кусте становится меньше бутонов и они мельчают. Golden Masterpiece. Этот золотой шедевр придется по душе любителям желтых цветов. Очень крупные диаметром до 20 см и слегка удлиненные золотисто-желтые бутоны этой чайно-гибридной розы источают очень приятный аромат и не выгорают на солнце, что очень важно. Помимо невероятно красивых цветов, мощный куст украшает блестящие листья зеленой окраски. Но чтобы бутоны оставались яркими, растения нужно сажать на солнечном месте. Сорт устойчив к болезням, в особенности к мучнистой росе. Поэтому к этой розе, пожалуйста, присмотритесь. Дабл Делайт. Это одна из самых известных современных чайно-гибридных роз. Растение быстро завоевало популярность благодаря контрастной окраске крупных цветков диаметром до 15 см. Бутоны располагаются на высоком прямостоячем кусте и на протяжении всего лета источают сильный аромат. Роза Дабл Делайт требует защищенных от ветра и хорошо освещенных мест. Устойчива к заболеваниям, хорошая. Роза восприимчива к мучнистой росе, но если вы ее, конечно же, будете обрабатывать, то мучнистая роса ей не страшна. Дам Де Кёр. Это вишнево-красная дама, ароматная роза, дам Де Кёр, была выведена в Бельгии в 1958 году селекционером Ленсом. И по сей день эта алая красавица занимает почетное место в наших цветниках. Махровые бутоны у нее чешевидной формы диаметром до 10-12 см распускаются на прямостоячих стеблях по одному или по 2-4 кисти. Сорт очень устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости, что очень важно во влажных регионах. Лаки Пис. На густом, но довольно компактном кусте в течение всего лета распускаются невероятно красивые густомахровые цветки в форме чаши диаметром 10-12 см. Чаще всего они собраны в соцвете по 3-6 штук. Необычная окраска бутонов просто завораживает. С верхней стороны лепестки абрикосово-розовые, а с нижней оранжево-красные. Сорт Лаки Пис отличается устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Для обильного цветения розу нужно сажать в хорошо освещенном месте. Подкармливать с мая по июль раз в 2 недели. Роза Ландора. Это тоже популярная чайно-гибридная роза, привлекательна своей утонченной формы махрового цветка до 12 см и насыщенным желтым цветом. Своей стройностью цветок обязан необычным заостренным лепесткам, которые в бутоне около 40-45 см. Растение обильно и долго цветет, хорошо смотрится в срезанном виде. Куст розы вырастает довольно высоким, около метра. На его сильных побегах бутоны чаще всего располагаются в соцветиях до 7 штук. Ландора очень неприхотлива в уходе, довольно устойчива к болезням. Лишь иногда может заболеть мучнистой росой. Не боится холодов, во многих регионах средней полосы может расти даже без зимнего укрытия. И, наконец, последняя роза в этом видео это Мистер Линкольн. Махровые, бархатные, красно-малиновые цветки диаметром до 10 см располагаются на высоком стебле поодиночке и сильно, очень приятно благоухают. Плотные заостренные лепестки 35-45 штук, их обычно бывает, со слегка загнутыми краями, тесно прилегают друг к другу и формируют сначала такой чешевидный, а при полном распускании почти плоский бутон. Сорт очень устойчив к болезням, часто бессилен он перед мучнистой росой, а иногда и черной пятнистостью. Однако, изящные розочки не теряют своей идеальной формы и яркой окраски, даже под палящим солнцем и длительным дождем. Какие чайно-гибридные розы украшают Ваш сад? Может, среди богатого разнообразия сортов Вам удалось открыть для себя еще более привлекательное и неприхотливое растение? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.